Добрый день! Вот такой формат у нас. Я помню, самое малое количество, кому я проповедовал, я имею в виду, это было собрание. Это один человек сидел в университете. Это было, да. Когда еще у нас одно помещение было, один человек сидел, и он получил много. За всех. Хорошо, мы приветствуем вас, приветствуем Питер, приветствуем окрестности Питера, Калининград, Чебоксары, Москва, Матище, Королев, все, которые, весь русскоговорящий мир. Благословит вас Господь, у нас будет очень хорошее время, и мы с вами настроены, настроены на Слово Божие. Аминь. Аминь. Хорошо, давайте помните. Отец наш Небесный, моя Церковь Твоя, Господи, а Ты, Бог наш, мы благодарны Тебя за то, что у Тебя есть Слово, Слово, сходящее с Небес, которое дает жизнь миру. Благодарим Тебя за то, что у Тебя есть мудрость, которая сходит с Небес, которая мирна, послушлива, скромна, полна милосердия и добрых дел и сострадания. Слава Тебе, Господь, Иисус. Мы нуждаемся в Слове Твоем, Господь. Благодарим Тебя за то, что Тебя невозможно замолчать. Ты всегда будешь говорить, Господи, всегда будешь открывать истину и давать, Господи, возможность спастись. Слава Тебе, Иисус. Благодарим Тебя за то, что в нашей жизни Ты оказался верным, и мы приняли Тебя, и Ты дал власть нам называться детьми Божьими. Мы и просим Тебя, благослови нас изобидное. И покрой это слово, помашь это слово, Господь. Даруй нам сосредоточенность, убери всякие отвлечения. Мы молимся и просим. Аминь. Аминь. Итак, Евангелие, давайте мы с вами откроем Евангелие от, кто знает, один из четырех, от Матфея. Евангелие от Матфея, 28 глава. Мы сегодня будем говорить вам, мы сегодня будем говорить о власти, будем продолжать эту тему. Вы знаете, очень много охота сказать, и мы постараемся уместить это в проповедь. Ну, если что, у нас план такой. Сейчас будет проповедь, потом будет 10 минут перерыва, и потом дискуссия. Вы можете остаться с нами на дискуссии, присылать ваши комментарии и присылать вопросы, у нас будет очень хорошее время. Сейчас особенно мы никуда не торопимся. До следующих, до следующих 7 дней мы свободны. Аминь. Итак, внимание, радость, Господь с нами. Мы начнем хорошо, закончим хорошо, и Господь послужит нам. Евангелие от Матфея, 28 глава. Иисус говорит. Среду мы с вами говорили, это было среда, да? Да. Среду мы с вами говорили о том, что Иисус полностью встал под Слово. Он полностью подчинился Слову. Он полностью подчинился Закону. То есть, всему тому Слову, которое было на то время. Мы видим с вами совершенного человека, который сказал, что в моей жизни должно исполниться все Писание. Я не делаю ни одного шага вне Писания. Приведите мне осленка по Писанию. Аминь. Пойди, покажись священнику, говорит он исцеленному прокаженному. Потому что это требовало Писания. Глядя на Иисуса, мы видим, как у Него была власть на земле. Власть была передана Богом. И когда Он зашел на крест, там у Него была власть остаться на кресте. И не поддаться на провокации тех людей, которые говорили, сойди с креста. У Него была власть отдать свою жизнь. У Него была власть, что? Принять ее обратно. Он воскрес на третий день. И вот что Он говорит Своим ученикам. 28 глава, Евангелие от Матфея, 18 стих. «И приблизившийся Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле». Хочу сказать следующее, что каждое слово, которое вы сегодня будете слушать, оно будет выверенное. Выверенное слово. Потому что это серьезная тема. И Господь говорит Своим ученикам. «И дана мне». Слово «дана» – это страдательный залог. Означает что? Это власть кем-то дана. Это не власть Иисуса Христа. Самого. Лично. Эта власть была передана. Запомните это слово, которое означает власть. «Экзузия». Запомнили? Запомнили? «Экзузия». Есть Кратос – державная сила. Есть Дунамис – это способность что-то делать. А есть власть, которая переданная. И власть, переданная вместе с силой. Это экзузия. Запомнили, да? Везде, где мы с вами видим, что передается власть – это экзузия. То есть это не моя сила. Мне она передана. Мне передана власть. Мне передана способность говорить с определенной позиции, куда не я себя поместил, а кто-то, в данном случае, Бог поместил. И когда Иисус говорит своим ученикам, после того, что все он завершил, ему остается только вознестись на небеса и по праву воссесть, по правую руку, по праву, по праву. По праву, по закону, на законном основании, воссесть по правую руку Отца, Иисус говорит своим ученикам. «Теперь вся власть на небе и на земле принадлежит кому? Мне. Она дана мне». Вопрос такой, кем дана? Три-четыре. Отцом. Отцом. Все правильно. Она дана мне Отцом. Почему тебе дана власть? Да потому что я полностью встал под власть Отца. Я полностью встал под Слово Божие. Я полностью встал. И мы с вами говорили на дискуссии, ой, какое у нас там уже время, аллилуйя. Мы с вами говорили на дискуссии, что Иисус в 24 главе Евангелия от Луки говорит, вот все то, что должно было исполниться на мне, это произошло. Иисус встал под власть Отца. Как человек, да, он был без греха, но он и представляет человеческую расу, который стал под власть, полностью исполнил все. Отец говорит, я полностью доволен моим сыном, он полностью удовлетворил мое желание и хотение, его сердце полностью такое же, как мое сердце, и я полностью удовлетворен его завершенной работой. И теперь я передаю ему всю власть. Первая Коринфянам, 15 глава. Я ему передаю всю власть. И Иисус говорит, теперь вся власть на небе и на земле. Что? Принадлежит мне. Вы уразумели это? У Иисуса Христа вся власть на небе и на земле. Законная. Демоны его не могут ослушаться. А ангелы его не могут ослушаться. У него власть. И это замечательно. По крайней мере, мы весь сегодня узнали, у кого же вся власть. Не просто у Бога, а у кого? У Иисуса Христа. Который и есть Бог Всемогущий. Но Он, как человек, смирился, прошел свое поприще и получил владычество. Перед Ним преклонится всякая колена небесных, земных и преисподних. А наши колени уже пред Ним преклонились. Аминь. Мы уже преклонились. И мы с вами были. И в нашей жизни произошло удивительное событие. И это второй пункт нашей проповеди. Евангелие от Иоанна, 1 глава. Евангелие от Иоанна, 1 глава. Как у вас дела? Вы со мной? Хорошо. Ничего на вас не отвлекает. Ничего вас не отвлекает. Ни дети, ни котлеты, которые на кухне. Которые нет. Которые нет. Я слушаю. Я слушаю. Я вцепился. Аминь. Я вцепился. У меня Бог дал мне способность к слышанию Слова Божьего. Я не младенец. Я вцепился. Я слушаю. И Господь меня послужит. Итак, Евангелие от Иоанна, 1 глава. 12 стих. Я думаю, что вы все знаете этот стих. Это пункт номер 2. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, что произошло? Дал власть называться детьми Божьими. Очень интересное заявление Иисуса Христа. А тем, которые приняли Его, а тем, которые верующим во имя Его, Он им дал власть. И здесь слово тоже экзузия. Это переданная власть от Иисуса Христа. Вы знаете, вместе с нашим возрождением свыше. Ну, давайте прочитаем, здесь говорится и о возрождении свыше. Которые 13 стих. Которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, мужчины, но от Бога родились. Когда мы с вами приняли Иисуса Христа, мы сейчас только говорили, склонились пред Ним на колени, мы с вами встали под власть Его Евангелия, и мы с вами приняли этот план, и мы с вами сразу же родились свыше, и в этот самый момент Господь говорит, я дал вам власть называться детьми Божьими. Это означает, что вы родились в Божью семью, что в этой семье есть власть, и в этой семье это царственная семья. Вы знаете, я готовлю проповеди о царях из книги-притчи. Там много стихов, которые говорят, царь разгоняет нечестивых своими очами. Вы знаете, когда будет звучать эта проповедь, мы с вами настолько поймем, что да не к лицу нам грехами, да не к лицу нам сплетни, да не к лицу нам всякие игрушки, которые посылают нам мир. Потому что мы с вами царственное священство, которое с одной стороны встали под власть Бога, послушавшись Евангелия, и Господь говорит, я, когда вы приняли меня, я дал власть вам называться детьми Божьими. И эту власть никто не сможет получить, как только тот, кто принял меня, и поверил в меня, и был возрожден свыше. Аминь. Теперь у вас есть власть. Вы можете смело сказать, я чадо Божье. Аминь. Три-четыре. Я чадо Божье. И вы знаете, и об Иисусе сказано филиппийцам второй вовек, что он не почитал хищением быть равным Богу. Не хотелось бы углубляться в объяснение, не почитал хищением, это сложное слово. Это означает, что он не украл власть называться Богом, потому что он и есть сам Бог. Аминь. Мы с вами не украли власть называться сыновьями и дочерями Божьими, потому что мы такие с вами и есть. И дьявол знает это. И ангелы знают это. Иногда мы можем прочитать этот стих и сказать, ну здорово, дал власть называться детьми Божьими. Ну вот он я. Знаете, за этим стоят невероятные вещи. Тоже страдательный залог. Нам была передана Божья власть. Первая Петра, пятая глава. Знаете, когда мы иногда уходим с женой, Лора нас иногда провожает. Иногда нет. Но когда она провожает нас, я говорю, Лора, ты за старшего остаешься. Передана. Там никого нет, но ты за старшего. Вы знакомы с этим? Да. Начальник уезжает в отпуск и говорит заместителю, что ты за старшего. Аминь. Муж, значит, идет на работу, и женя, ты за старшего. И все дети подчиняются ей. Слушайте внимательно. Господь Иисус. Евангелие от Матфея. Десятая глава. Первый стих говорит. И избрал учеников. И дал им власть. Ну давайте прочтем. Пусть закладка первая. Первая Петра останется. Итак, Евангелие от Матфея. Десятая глава. И призвав первый стих. И призвав двенадцать учеников своих, Он дал им власть над нечистыми душами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Аминь. Итак, мы видим с вами, что Иисус, находясь на земле, передает власть своим людям, своим ученикам. И вы знаете, Он не только передает власть, но также и дает слово. Слушайте внимательно. Также дает слово, в каких рамках действует эта власть. Какая мудрость должна быть, чтобы действовать в этой власти. И там написано, Он дает им наставление. И это наставление, оно простое, но оно настолько емкое. Смотрите. Он говорит, идите проповедуйте. Седьмой стих. Ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Божие. Итак, со властью всегда Господь дает наставление. В каком направлении применять эту власть. Вы уразумели или нет? Со властью передаем. Господь не просто передает власть. Он, когда передает власть, Он говорит о нашей позиции. И эта позиция такая, что Он дал нам власть называться детьми Божьими. И мы можем сказать, здорово, Господи, у нас власть появилась. А что делать с ней? И Господь говорит, что у меня есть для всякой переданной власти, у меня есть слово. Потому что власти без слова не бывает. Аминь. И здесь Он говорит дальше. Восьмой стих. Смотрите. Дана вам власть. И седьмой стих. Ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте. Для чего власть? Больных исцеляйте. Для чего власть? Прокаженных очищайте. Мертвых воскрешайте. Бесов изгоняйте. Даром получили. Даром давайте. Не берите с собой ни с умы. Вы видите, какое слово идет в отношении этого служения, для которого Иисус передал власть Своим ученикам. Аминь. Слушайте дальше. Когда в книге Второзакония, в 17 главе, там написано, что когда вы придете в землю обетованную, то тогда, если поставите над собою царя, то царь должен соответствовать вот этим параметрам. Аминь. Чтобы был из братьев, чтобы не возвращал народ в Египет, чтобы не умножал коней, не умножал золото, не умножал жен, сделал копию Библии для себя. И чтобы она была у него, и каждый день поучался в ней, поучался из Писания, тогда ты будешь. Тогда власть твоя, которая тебе дается, какая будет? Тогда она будет на созидание. Тогда она будет покрыта Словом Божьим окончательным авторитетом. И когда к Самуилу пришли из рентяне, это уже 8 глава, 1 царство, они говорят ему, поставь над нами царя. Ну там, зачем просите царя, Господь, Бог ваш царь. Они говорят, нет, поставь царя. Хотим, чтобы царь царствовал над нами. Это означает, чтобы был промежуток между Богом и между людьми. Как у других народов. Господь ему, Господь говорит Самуилу, хорошо. И там очень интересная вещь, что возьми и напиши права царя, и предоставь эти права народу. Аминь. Вы понимаете? Или вы, что я сел на престоле? Что хочу, то и ворочу. Или, иными словами, действую в интересах государства. Мне так нравится, что Господь, если Он дает власть, то Он обязательно, что Он дает мудрость, для того, чтобы действовать и использовать эту власть, как в Божьем плане. Аминь. В Божьем плане. Давайте вернемся в 1 Петра, 5 глава. 1 Петра, 5 глава. Какой замечательный стих в контексте этой проповеднии. 6 стих. Аллинуй. Те, которые на Егоре. Вы слушаете меня? Я не знаю. Я не знаю. Итак. Слово «и так» – это, говорится, подведем чертом. Итак. Смиритесь под крепкую руку Божьей. Давайте еще раз. Итак. Смиритесь под крепкую руку Божьей. Вопрос. Как это? Смиритесь под крепкую руку Божьей. Поясни, Господи. Как это мне? Смириться под крепкую руку Божьей. Слово «смириться» – это встать под. Крепкая Кратос. Рука Божья. Итак, смиритесь. Встаньте под руку Божьей. Как это встать под руку Божьей, пастор? Слушайте внимательно. В Ветхом Завете часто, по крайней мере, раз 20, наверное, или 25, употребляется слово «мышца Господняя». Кто понимает, что такое мышца Господняя? Мышца Господняя – это есть рука Господняя. Есть рука Господняя отсюда до сюда. А есть мышца Господняя, которая включает плечо и всю руку. Аминь. Господь в 8-м псалме сказал, что «я своими перстами сотворил небо и землю». А в книге Исаии Он сказал, что «мне пришлось обнажить свою, то есть показать свою мышцу, чтобы спасти вас». Еще раз. «Мне понадобилось, я перстами, то есть пальцами сделал, сотворил небо и землю и всю Вселенную. А чтобы спасти вас, мне нужно было действие моей руки, моей мышцы». Слушайте дальше. Так что же такое мышца? Вы знаете, где-то из 25 раз, когда употребляется это слово «мысца», где-то половина относится к силе Божией. И где-то 40% относится к личности. «Мысца» – это не просто сила, это личность. Хотите докажу? Очень просто доказывается. Исайя 53 глава. Первый стих. «Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась что? Мышца Господня». Прочитайте всю 53 главу. Там говорится, он взошел как росток. Господи, а что за мышца? Посмотри, что за мышца. И там вся 53 глава книги Исаии говорит в деталях об Иисусе Христе, о личности, которую Бог сокрыл в вечности, но явил перед всеми народами и показал свою бравую спасительную руку в личности своего сына, которому он передал власть. «Спасти нас с вами». Аминь. Давайте поаплодируем. Аминь. Вы знаете, когда вы будете читать, я заклинаю вас, прочитайте 53 главу книги Исаии. Утвердитесь, что Господь сказал о мышце, как о своем сыне. И в 2 главе, в 10 стихе там написано «Открыл Господь мышцу свою и показал ее всем народам». И вы знаете, мышца эта, когда на нее смотрели люди, они говорили «Если ты Сын Божий, сойди с креста! Если ты угоден Богу, сойди с креста!» А мышца что сделала? А мышца осталась на кресте. Потому что Иисус полностью подчинил Себе власти Отца, и Господь открыл мышцу спасительную для каждого человека, и мы с вами были спасены. И Иисус Христос говорит «Дана мне вся власть на небе и на земле, и я с вами во все дни до скончания века, и вы приняты в мою семью, и вы имеете законное право называться детьми Божьими». И мы говорим «Господи, мы дети Божьи! Обучай нас! Хорошего желания!» Потому что, если я только знаю, что я дитя Божие, это как все равно у меня появилась власть. И я не знаю, что с ним делать. Слушайте внимательно. Большинство людей на земле получают власть и не знают, что с ним делать. Большинство мужей, которым говорят, что муж – глава семьи, не знают, что это такое. Вы со мной? Итак, смиритесь под крепкую руку Божью. И мы сейчас сказали, что кто эта крепкая рука Божья? Иисус. Это сам Иисус. Смиритесь под Его Слово. Потому что у Него есть Слово для каждой области нашей жизни. И у Него есть Слово, чтобы мы с вами действовали к созиданию, а не к разрушению. Знаете, мне понравилась шестая глава книги Чисел. Господь говорит, вот так благословляйте моих сынов, сынов Израиля. Давайте прочтем. Шестая глава книги Чисел. Мы с вами видим, как Господь передает власть священникам, не просто благословить Тебя, Господь, мимо хода. Вы со мной? Но Он да передает власть священникам, чтобы они призывали имя Бога Израилева на людей. На Израиль. Аминь. И Он говорит здесь, Господь, 23 стих, скажи, извините, да, 6, 23 числа. Скажи Аарону и сынам Его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им, да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо Свое на Тебя и даст Тебе, что? И даст Тебе мир. Вот такие слова вы должны говорить, мои священники, в отношении народа Израилева. Я передал вам власть, был быть священниками на земле. Вы нечто, вы посредники до тех пор, пока не придет мой сын. Вы представляете меня людям, и я говорю вам, что у вас есть власть благословлять мой народ и призывать имя мое на Израиля. Аминь. Здорово. Я могу сказать, Господи, у меня не лады с моим языком. Он у меня есть. У меня есть власть говорить. Но обучай меня, как мне говорить. Аминь. Обучай, как говорить. Потому что, имея власть сказать слово, я хочу, чтобы это слово было, что? Из сердца царя. Не из сердца деревенщины. Понятно? Не из сердца деревенщины. И я не просто взял это слово. Это в книге Иеремии говорится. Господь говорит, ну, наверное, простые люди ничего не соображают в слове. Пойду-ка я спрошу о знатных. Аминь. И он говорит, знатные тоже ничего не знают. Итак, смиритесь под крепкую руку Божьего слова. И тогда, когда вы смиритесь, то тогда что произойдет? Тогда вам будет передана власть для созидания. И вы начнете говорить устами серебряными. Аминь. Смиритесь, мужья. Смиритесь под крепкую руку Божью. Потому что о вас написано достаточно в Библии, чтобы вы смирились и встали под слово. Да, Господи, глава семьи. Аминь. Ты глава семьи. И эта позиция у тебя не отнимется. Но я хочу, чтобы ты обучился, что же это такое, глава семьи. Что же твои уста должны говорить? Куда ты должен вести свою семью? Смирись под мое слово. И тогда я обучу тебя Духом Божьим. И когда ты скажешь на все мое слово, вплоть до черты и до точки. Аминь. То тогда ты поймешь, что такое есть у тебя. И ты будешь действовать в моей силе, переданной силе. И пускай кто-то встанет против тебя. Аминь. Аминь. Сегодня не та проповедь, где мы будем касаться основных взаимоотношений, которые у нас есть в жизни. Мужья и жены, родители и дети, взаимоотношения начальника и подчиненного. Это будет проповедь среду. И она будет очень хорошая. И она будет назидательная. Да так поднимет нас с вами, что мы с вами скажем, Господи, да что ж это я там в какой-то шелупоне там вожусь. Выставляю своего Адама, отстаиваю свои границы, вбиваю конья, трачу свою энергию, вместо того, чтобы встать под слово Божье и отдыхать в мудрости Бога, зная, когда сказать, как сказать и что сказать. Аминь. И это не нужно пыжиться. Это просто что? Согласен Бог. Да, согласен. Помните, Зарова Агей проповедовал слово в книге Агея, и там написано, и послушались. Лидеры послушались. Народ послушался. Все послушались. Господь говорит, я с вами, потому что вы послушались, и я воспламеню ваши сердца, и вместо плотской холодности в ваших сердцах будет что? Божье пламя. Аминь. Которое будет действовать в соответствии с Писанием, будучи наделенной силой Духа Святого. Итак, встаньте под управление управляющей доктрины или Писания в каждой области вашей жизни, если вы хотите, чтобы у вас появилась власть от Бога. Аминь. Нужно просто встать и согласиться, и сказать. Аминь. Господь говорит, Новокуда Носар будет царствовать над всей землей. 70 лет. Я сказал, кто встанет? Аминь. И вы говорите, мы встанем, Господи. И кто-то говорит, о, нет, нет, нет. Ветхий Адам, не, нет, 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 нет. А мы встанем. И знаете, что произойдет? В царствовании Новокуда Носар у нас будет прекрасная жизнь. Вы со мной? Да. Прекрасная жизнь. А тот, который не встанет, тот попадает под что? Тот попадает под дисциплину. И эта дисциплина будет от любящего Бога, чтобы привести куда? Пользуй. власть. Итак, смиритесь под крепкую руку Божьей. Аминь. Давайте дальше прочтем. Первая Петра, пятая глава. Итак, смиритесь под крепкую руку Божьей. И вторая часть стиха. Великолепно. Давайте вместе. И да вознесет вас в свое время. Кто вознесет? Бог вознесет. Я руками своими локотками буду расталкивать всех. Нет, Бог вознесет. Бог подчинит мне народ, говорит Давид. Когда я встаю под власть Слова Божьего, Бог подчиняет мне мой народ. Когда убили Авенира сына Нирова, Давид говорит, Господи, я слаб, но помазан на царство, а эти сыновья соруины, они сильнее меня, но я встаю под твое управление, и я не буду им мстить, или что-то там придумывать в отношении их, я просто стою под твое управление, если ты меня поставил царем, то ты в свое время вознесешь меня, аминь, и так и произошло, сначала он бегал, потом царство в Хевроне семь лет, а потом был вознесен на царство рукой Божьей над всем Израилем, и царство его было твердо до конца, несмотря на грех, который он совершил, аминь, ты подчиняешь мне мой народ. Если вы начальствующие, что? Не я подчиняю их, а ты подчиняешь мне их, и даешь мне слово. И это слово может быть очень серьезным. Вы готовы к последнему пункту этого? Третья книга царств 20-й главы. Не знаю, читали ли вы эту часть писания или нет, но она как нельзя лучше сейчас для того слова, которое мы словами говорим. Для меня это место писания, знаете, не понял сначала, а потом понял, Господи. Итак, 20-я глава Третьих книг царств, 35-й стих. тогда один человек из сынов пророческих сказал другому. Еще раз. Еще немного осталось, и мы закончим. 35-й стих. Тогда один человек из сынов пророческих Это, слушайте, из сынов пророческих это не из детей пророка. Аминь. Из сынов пророческих это из учеников пророка. То есть это тот же самый пророк. Аминь. Но над ним есть учитель. Итак, тогда один из человек из сынов пророческих сказал другому. По слову Господа бей меня. Еще раз прочитай. По слову Господа. Как? По слову Господа что? Бей меня. Вы что делаете? Все правильно, я с вами согласен. Слушайте, если бы это... И такая была реакция. Но вы знаете что? Наверное, этот человек пропустил. Или не понял. Как, например, Иисус говорит своим ученикам. Что все разбежитесь вы от меня. Но по воскресенье моем предваряю вас где? В Галилее. Как вы думаете, что услышали, а что пропустили ученики? Услышали, что все мы разбежимся. Услышали, что Иисус умрет. И ничего не услышали. И не запомнили о том, что предваряю вас где? В Галилее. Аминь. Но под слово-то нужно вставать все. А не выбирать себе. Если это слово Господне, то тогда будь добр, встань под полный совет Божий. И скажи аминь на всякое слово. Даже если оно тебе покажется очень интересно. И которое будет полностью противоречить твоей внутренности сентиментального Адама. Я с вами согласен. Представляю пастору Владиславу. Нет, не буду на пастору Владиславу. Кто-нибудь, какого возьмем? Кого он? Да, Сашу возьмем. Он крепкий барин. Саша подходит. А нет, я подхожу. Я подхожу к Саше и говорю, Саша, бей меня. Саша, бей меня. Саша скажет, нет, пастор, не могу. А потом я говорю, Саша, по слову Господню... По слову Господню. Вы понимаете разницу? Когда просто идет что-то. И когда Слово Божие, которое является окончательным авторитетом, отношение к которому только может что? Да и аминь. Согласен Господь. Согласен. Стою под это слово. Вот такое вот отношение. И я Саше говорил, Саша, бей меня. Саша говорит, не пастор. А вообще, ты его знаешь. Не пастор. А потом я ему говорил, Саша, по слову Господню, бей меня. Это означает, что должно что-то совершиться. По слову Господню, должно что-то совершиться. И если я послушаюсь, то это совершится. А если не послушаюсь, ой, как здорово. Закладку сделайте. Первая Петра, пятая глава. Дочитаем. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью. Да вознесет вас свое время. Седьмой стих. Все заботы ваши. Я знаете, что хочу добавить? Все заботы ваши об укреплении вашей власти оставьте, возложите на Иисуса Христа. Аминь, можем ставить, да? Все заботы ваши, на укрепление вашей власти возложите на Иисуса Христа, потому что тогда вы будете свободны и будете находиться в покое. Дальше. Трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого сожрать. Аминь. Это означает, вставайте под крепкую руку Божьему. Хорошо? Ваши заботы возложите на меня. Дальше. Будьте трезвы и не спите. Противник ваш, что? Дьявол ходит, как рыкающий лев. Бей меня. 36 стих. И сказал ему. Ну, давайте 35 еще освежим. Сказал другому. По слову Господа, бей меня. Но этот человек не согласился бить его. И сказал ему. За то, что ты не слушаешь голоса Господня, убьет тебя лев, когда пойдешь от меня. Он пошел от него, и лев, встретив его, убил его. Аминь. Слышите меня? Как вы думаете? Разве дьявол не видит, когда мы восстаем против Слова Божия? Когда ищем оправдание. Когда ищем всякие пути, как бы не сказать да и аминь. Разве дьявол не видит? Вы знаете, гарантию даю. Видит. И еще даже больше скажу. А воняет. Как это сказать? Не юит. Чует. Все правильно за нами. Больше даже скажу. Чует. Потому что ветхий Адам начинает вонять. Начинает вонять. Чует. Как только в нашей жизни появляется та область, где мы ищем с вами каких-то, ну договоримся может быть, то тогда у нас ветхий Адам начинает пахнуть. И дьявол чувствует это. И он идет по следу. И здесь говорится, ворачиваемся в 3 книгу царств. И это самое, 3-7 стих. И нашел он другого человека. С первым что сделало? За то, что ты не слушаешь голоса Господня, убьет тебя лев. Что произошло? Он не послушал. Вышел. Лев нашел его. Этот говорит следующее. И нашел он другого человека. И сказал, бей меня. Это я Саше второй раз говорю. Бей меня. И этот человек бил его до того, что изранил его. И что? Да читайте эту историю до конца. И Господь совершил то, что он хотел сказать через эту ситуацию. Я хочу сказать следующее, что мы с вами невероятным образом были помещены в семью Божью. И мы с вами получили власть называться детьми Божьими. И Дух Господень наполнил наши сердца. И Господь дал нам вернейшее пророческое слово, чтобы мы с вами, подчиняясь под власть Слова Божья в каждой области нашей жизни, имели Божью переданную власть, экзузия. И чтобы мы с вами отдыхали здесь, в вере, находясь на нашей земле. Потому что дьявол увидит такого верующего. Демоны, они увидят такого верующего. И этот верующий будет проходить и возрастать. Аминь. И мало-помалу, мало-помалу обучиться применять, то есть действовать в переданной силе экзузия к созиданию церкви, к созиданию своей семьи, к созиданию атмосферы на работе, к созиданию взаимоотношений между мужем и женой. Это будет явно. И дьявол там власти не верит. Потому что мы с вами смирились под крепкую руку Божью. И в книге Иакова говорится, в четвертой главе, и наша церковь, кстати, названа из этого стиха, послание Иакова, четвертая глава, здесь сказано. Итак, седьмой стих, 4-7. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и что? Убежит от вас. Почему он от вас убежит? Да только из-за того, что вы в своем сердце встали под власть слова Христа. Убежит. Не сможет. И мы с вами защищены. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за это слово. Благодарны Тебе за это учение, переданное властью. Спасибо Тебе, Иисус. Ты сказал, дана мне вся власть и на беде и на земле. И Ты дал власть называться нам детьми Божьими. Благодарим Тебя за Духа Твоего Святого. Благодарим Тебя за способность царствовать в этой жизни единым Иисусом Христом, принимая из-за беде благодать и да праведность. Мы просим Тебя, чтобы это слово Божье послужило нам, и чтобы сердца наши смягчились. И если есть та область нашей жизни, где мы еще не сдаемся Тебе, Господь Иисус, помоги нам, Господи, помоги сдастся и иметь переданную власть, и отдыхать в переданной власть. Спасибо Тебе, Иисус Христа. Если Вы не знаете Христа как Своего Спасителя, мы говорим Вам сегодня. Вся власть у Иисуса Христа. Он умер, воскрес, и сержив во Ветеликов. И только Он Спаситель, и нет другого. Он прошел весь путь с небес до ада, и потом воскрес и вознесся по правую руку Отца. И Он спасает каждого, кто приходит к Нему по вере. Сегодня день спасения для Вас. Обратитесь к Иисусу. Встаньте под власть Евангелия. А Евангелие такое, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Призовите имя Иисуса Христа. Примите Его в Вашу жизнь. Поверьте в Него. И Он спасет Вас. И сделает Вас своим чадом. Скажите в Вашем сердце. Дорогой Господь Иисус Христос. Я верю в Тебя. Я верю, что Ты – Бог всемогущий. Ты стал человеком. Умер за мои грехи и воскрес на третий день. Я прошу Тебя. Спаси меня. Подари мне вечную жизнь. Войди в мое сердце. Я принимаю Тебя. Отныне и навеки. Ты – мой Бог и Спаситель. И во имя Твое, Иисус Христос, я молюсь и прошу Вам. Аминь.